О нет, и все круче делают графику, нам не спастись, анимация выбрет как профессия, а художники пойдут на китайские заводы игрушек. Наверное, такая же реакция могла быть у профессионального сообщества и при появлении уже привычной нам технологии захвата движения Motion Capture. И многие люди не из индустрии, действительно думают, что если в проекте использовали этот инструмент, то аниматоры толком ничего не делали, разве что что-то подчистили и убрали мелкие неточности в уже готовые анимации, записанные актерами в смешных костюмах. Конечно, есть примеры и таких проектов, где мультипликаторы почти ничего не трогали после мокапа. Но все зависит от стилистики. Поэтому можно сказать, что сейчас захват движения в трехмерной анимации — это скорее создание референса для последующей работы. Так что сегодня мы вам расскажем, чем отличается движение настоящего человека от мультяшки, зачем 3D-аниматорам нужны референсы, что общего у монстров на каникулах и сталкера Тарковского, а также как превратить движение настоящего человека в движение мультгероя. Кстати, если ты 2D-шник, не торопись закрывать видос, он будет полезен и тебе тоже, просто далее мы сосредоточимся на 3D. Анимация не стоит на месте. Вместе с тенденциями в стилях и усложнением технологий меняется и философия производства. Сейчас даже самые дешевые проекты редко бездумно используют мокап. На повестке дня у нас 2,5D-анимация, то есть слияние 2D и 3D. У нас на канале есть ролик об этом. А значит, в тупую повторять движение из жизни, как ни парадоксально, но означает уменьшать правдоподобность происходящего в твоем мультфильме. И нет, редакция нашего канала не страдает шизофрении. Излишняя жизненность действительно убивает веру зрителя в реальность героев на экране. Нам важна достоверность действия, а не его реалистичность. Генди Тартаковский однажды сказал, нереалистичное движение на деле будет выглядеть гораздо реальнее, чем реальные движения. Но к нему мы сегодня еще вернемся. Тогда может возникнуть вопрос, где же эта грань между реалистичной, правдоподобной и кринжовой анимацией? Какое жалкое зрелище! Так зачем же 3D-аниматорам нужны референсы движений и как их вообще использовать? Вроде бы все элементарно. Моделька персонажа у нас уже есть. Мы знаем механики движений, походки сто раз отрабатывали. Казалось бы, просто тренируйся и работай, а профессионализм сам придет. Так а на чем нам учиться, если мы не смотрим на движение в жизни? Конечно, мы видим людей и собак ежедневно, но как часто вы анализируете то, что видите? А если вам предстоит оживлять стилизованного льва или вообще несуществующее чудо-юдо? Тут вообще стоит поучиться у диснеевских работяг 20 века, которые делали себе референсы буквально на все и даже ездили за съемками животных в сафари. Однако вы могли заметить, что в мультфильмах персонажи двигаются не совсем как в жизни. Некоторые люди даже строят свой контент на роликах, в которых двигаются как герои игр и анимации. Но что же именно мы можем искажать в реальных движениях для достижения достоверного мультигеничного действия? Осмелимся привести те же тезисы, что и автор ютуб-канала KnowTheRobot в своем видео про Spider-Verse. Во-первых, никто не мешает нам снижать частоту кадров, она же FPS. Если в большинстве 3D-мультиков анимацию делали на единичках, то есть движение происходило в каждом кадре, прям как в видео, снятом на камеру, то теперь мы наблюдаем тенденцию к анимации на двойках или даже тройках, где одна фаза движения может длиться несколько кадров подряд. Такой способ анимации издавна используется в 2D, но в 3D так стали делать совсем недавно. Далее. В мультфильмах мы можем намеренно отказываться от промежуточных кадров между двумя позами. Это делается, например, для усиления ощущения от удара или для достижения комического эффекта. В кино это просто невозможно. Также в 2,5D-анимации все чаще используют смазанные кадры, так называемые «смиры». Это, конечно, похоже на киношный моушенблюр, но этот прием гораздо более избирательный и точечный. А еще мы можем миксовать имитацию разных линз объектива при анимации супер-пупер активных действий. С этим обычно шалит всякое дорогое аниме типа «Атаки титанов». А отличный пример мультфильма, использующего самодельные референсы, это «Голубоглазый самурай» от Netflix. Здесь очень много крутых драк анатомически правильных персонажей. Перед самой анимацией создатели отсняли все шоты с боями, затем смонтировали это и привели к нужным им таймингам. То есть ускорили и замедлили видео в нужных местах. Причем им не нужны были костюмы, только те предметы, которые бы влияли на движение, а именно имитация шляпы и оружия. И кстати, лид анимации на «Голубоглазом самурай» сама занималась боевыми искусствами, так что для аниматоров в процессе работы проводились мастер-классы, дабы они могли сами получить необходимый телесный опыт и прочувствовать механику движения персонажей. Очевидно, что раз мы делаем анимацию, то будем иметь дело с видеореференсами. И это важно не только потому, что видео можно кинуть на временную шкалу в вашей программе и обрисовать его или подставлять под него персонажа. О нет! Видеореференсы нам важны именно потому, что их очень удобно анализировать, чтобы понимать, почему движение происходит именно таким образом. Если в анимации плохая база со слабыми таймингами и нечеткими позами, то никакая штукатурка ее не спасет. Поэтому хороший анализ и изучение референсов позволит еще до начала работы примерно прикидывать, как правильно создать движение. Видео просто-напросто позволяет останавливать, отматывать и смотреть действия покадрово. Вспомните, как скрупулезно Ричард Уильямс рассматривал отснятые пленки и какую мощную базу смог создать на их основе. Вон, мы все до сих пор называем его учебник Библией. Ричард Уильямс вообще фигура легендарная. Он ни на секунду не переставал учиться, даже когда уже работал в индустрии мультипликации. В его мультфильмах есть безумно сложные объекты, нарисованные покадрово, но вращающиеся вокруг своей оси, будто это трехмерные модели. Представляете, сколько сил и денег они тратили на такое в те годы. А если бы тогда существовала 3D-анимация, вот тогда бы они все равно все делали так же, потому что безумно от природы. Что бы вообще мог такой гений сделать с этой технологией? Мы не знаем, но возможно именно вы, новый гений анимации. 3D в правильных руках — это невероятно многофункциональный инструмент, которому можно научиться в нашей школе Animation School. У нас вообще безумное количество курсов по 3D в совершенно разных программах. Тут и Гудини, и Майя, и Блендер, даже есть лекции по чистке макапа, о котором мы сегодня говорили. А совсем скоро начинается курс основы 3D-анимации в программе Майя. Успеете записаться? И никогда не бойтесь учиться новому, потому что с Animation School новички становятся профи, а профи становятся легендами. А теперь давайте поговорим о подготовке референсов. И тут мы будем опираться на мастер-класс от преподавателя нашей школы Олега Усова. Если захотите посмотреть его ролик полностью со всеми техническими нюансами монтажа, то ссылка будет в описании. Где же лучше всего искать референсы? Казалось бы, это очевидные факты, но без повторений некоторые моменты забываются. А это все эффектит на скорость и результат. На ютубе полным-полно роликов от людей, которые специально создают рефы. Если вы не нашли подходящее там, то можно обратиться к записям из театральных постановок или кино, где зачастую встречаются интересные движения. Но самый идеальный вариант, как вы уже догадались, это снимать свои видео под конкретные задачи. И по поводу этого у Олега есть несколько дельных советов. Во-первых, очень советуем использовать штатив. Это избавит от лишних трясок в кадре и позволит снимать разные движения с идентичных ракурсов. Во-вторых, лучше сразу отсматривайте дубли. Так вы сможете вовремя скорректировать шевеление своих конечностей. В-третьих, вы можете поставить две камеры с разных ракурсов и снимать одно движение одновременно с двух точек. Так как мы работаем в 3D, такая съемка позволит вам обнаруживать нюансы действий в объемном пространстве. И теперь вот важный момент про работу с референсами. Как это работает у меня? У меня я это называю 40-ая минута. Это эффект 40-ой минуты. После 40-ой где-то минуты начинаются референсы. То есть, до этого идет вот эта камера чуть выше камеры. Ага, так, шагаю с правой ноги, шагаю с левой ноги. То есть, чтобы вот это все отмести, должно пройти какое-то время. Значит, вы должны доиграть, если вы снимаете референс, до такого состояния, чтобы без сучка, без задоринки, чтобы вы не думали, что вы снимаете референсы. А вы верили, что вы находитесь в этих предлагаемых обстоятельствах, что вы находитесь в тюрьме за решеткой, если вам нужно сыграть такой референс. И не думать про то, с какой ноги вы шагаете, там комфортно вам не комфортно, стринги жмут, не жмут, вот и так дальше. Короче, дойти до того состояния, чтобы вы просто играли своего персонажа. И еще один большой совет. Ни в коем случае не делайте. Я вот там тоже первый референс, который снимал, я включил звук на плей и тоже попадал. Вот ты же не знаешь, когда он там начнется. И вот этот момент у тебя крутится там. А-а-а, вот вступил. Или там, не успел вступить. Не включайте звук. Выучите, научитесь его говорить. То есть, если это английская дорожка. Просто выучите эту интонацию. К съемкам референсов нужно готовиться. Чтобы вы его произносили с теми же интонациям, примерно с той скоростью. Вам не нужна сверхточность, вам нужна правда. Следующий вопрос, которым вам следует задаться, это оставлять ли тайминги реалистичными, либо же монтировать видео, ускоряя и замедляя его в разных моментах. Всегда стоит держать в голове, что мир анимации работает в режиме сжатого времени. А значит, мы можем показать достоверное движение быстрее, чем в жизни. Вспомните советского режиссера Хитрука, который в семьдесят третьем году случайно ускорил свой мультфильм Остров в полтора раза и остался этим крайне доволен. Короче, ускорение и замедление в нужных местах — это возможность сделать анимацию более интересной. Таким образом, мы создаем необходимые акценты, а значит отвечаем главной задаче аниматора — преувеличить ощущение зрителя от каждого действия. Просто сравните видео с реалистичными таймингами и отредактированные под референс для анимации. Чувствуете разницу? В анимации для создания акцентов мы можем, например, замедлить моменты с замахами, чтобы создать ощущение того, что оружие тяжелее, чем кажется. А вот моменты с ударами можно наоборот ускорить, чтобы увеличить видимость мощи персонажа. А для того, чтобы понимать, как искажать тайминги для достижения нужного эффекта, нужно очень много анализировать референсы. Так что да, использовать референсы — это классно. Но давайте будем объективными и вспомним в противовес такому подходу уже упомянутого сегодня Генди Тартаковски и его монстров на каникулах, в которых создатели намеренно отказались от опоры на отыгрыши живых актеров. В итоге мы имеем кучу умопомрачительных пост, движений и построенный на них буфонаде. Попутно монстры ломают подряд все принципы анимации, лишь бы было смешно. При этом сложно упрекнуть создателей в том, что ты не веришь в происходящее на экране так же, как в киномеры, например, Сталкера Тарковского, где сеттинг по сути настолько же нереалистичной. От Тарковского до Тартаковского. Понимаете, да? У нас тут мир творческого производства. Это вам выбирать, использовать ли реалистичные движения людей, отказаться от них или вообще натянуть пластику собаки на тело осьминога. Если вы досмотрели до сюда, значит вам было интересно, а мы заслужили лайк и подписку. Не забывайте, что референсы нужно не только смотреть, но и пытаться повторить и правильно исказить в своей анимации. Так что давай-ка стилус в руки и увидимся в продакшене.